Сдать ГТО всей семьей. Нормативы в обязательном порядке прошли папа, мама и ребенок. Такое необычное спортивное мероприятие провели в 174-м детском саду «Росинка». Отцы тягали гири, мамы качали пресс, а ребята отжимались. Мы стараемся все делать всей семьей. Это практически девиз детского сада «Росинка», расположенного в Новом Городе. Самое интересное, что родители здесь легки на подъем. Наш детский сад находится в таком молодежном районе, и, конечно, у нас труда не составило. Вообще, я хочу сказать, что все говорят, что вот молодые родители, молодые родители, это не то, это не так, как раньше. Я думаю, что наоборот, они абсолютно открыты, они идут на любой позыв, на любое предложение и очень открыты. Мы им объясняем, что воспитание детей, вот с этого и начинается общая традиция вашей семейной традиции. Потом может быть поздно. Надо понимать, что сдача ГТО – это невеселые старты. Даже в детском саду. Здесь нужны медицинские справки, допуск к спортивным состязаниям. Есть определенные нормативы – детские и взрослые. Например, ребенок сдает норматив поднимания туловища из положения лежа на спине за 30 секунд. То есть на золото мальчики и девочки должны сдать 14-15 раз соответственно. Родители – значительно больше, порядка 40 раз. И также один из норматив – это наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье. Детки должны прогнуться на плюс 7 либо плюс 9. Папам необходимо опустить руки на 9 сантиметров ниже скамьи, на которой стоят. Мамам – на 11. Кроме прессы и наклонов нужно было отжаться, прыгнуть с места и даже потягать гирю. Но это только папины испытания. Решил испытать себя. Я думаю, завтра узнаю, какие мышцы еще существуют. Пресс самое сложное, потому что там нельзя руками отталкиваться. Апатия узкая. Да. Самое трудное – это был пресс. А самое веселое, мне показалось, это прыжки в длину. Ты знаешь, сколько ты прыгнула? Сколько? Именно семейное участие очень важно и в первую очередь для детей, потому что видишь их горящие глаза. С этим проектом под названием «Мы вместе» детский сад подал заявку на участие в 11-м федеральном научно-общественном конкурсе «Жемчужное образование-2024». Будем надеяться на победу вместе. Элла Шахова, Сергей Пузиков, Вести, Ульяновск.